Здарова, пацаны! Столько было планов, столько было всяких интересностей, которые я хотел сделать на новогодних каникулах. Вместо этого я тупо взял и заболел. Короче, ничего не могу делать, никуда не выйти, никуда не выбраться. Короче, всё очень плохо. Пришлось взять волшебную коробочку и заниматься я буду. Пока не поправлюсь и выходить из дома мне нельзя. Буду, наверное, пилить обзорчики. Не знаю, что бы я без этой коробочки делал. Не обессудьте, но какое-то время будет вот такой контент на канале. Надеюсь, что не очень долго, потому что я сам долго не выдержу. В общем, давайте начнём. Итак, друзьяшечки, хочется начать с блютуз-колонок. Не было их ещё у нас на канале, ни одной на обзоре. Это колоночка Кумо. Компанию знаю. Выпускают карты памяти. А больше я ничего и не знаю про эту компанию. Я от неё только карты памяти видел. Ничего плохого сказать не могу про них, потому что сталкивался редко. В комплекте у нас идёт кабелёк, я так понимаю, для зарядки. Обычный микро-USB. AUX кабель. Обычный джек-джек. Ничего особенного. Сама блютуз-колонка. Опять же, такой маркий пластик. Он будет ляпаться, короче, сразу же. Но есть ножки, на которых может всё это дело стоять. Вот порты, которыми располагает колоночка. Вот кнопочки, которыми располагает колоночка. Здесь один динамик. Могли бы, кстати, место позволяет. Могли бы и два сделать. Но здесь один динамик 40 мм. Давайте её поставим на зарядку. Пока заряжается, я вам расскажу про характеристики. Что нам эта чудная колоночка готовит? Во-первых, 3 Вт звука. Один 40 мм динамик. Частотный диапазон от 80 Гц до 20 000 Гц. Поддерживает карты памяти. Может сразу с карты памяти играть до 32 Гц. Также может играть, как обычная колонка. Для этого там сделан джек, в общем-то, 3,5 Гц. Обыкновенный. То есть, есть линейный вход, как вы уже, наверное, поняли. Блютуз версии 2.0, если я не ошибаюсь. Встроенный микрофон. Есть FM-радио. Литий-ионный аккумулятор на 300 мАч. Поддерживаемая зарядка 5 Вольт, 1 Ампер. Работа от батарейки полтора часа заявлена. Можно её использовать как hands-free. Есть инструкция, как ни странно, на русском языке. Разговаривает она жутковатым голосом. Колонка включена. Режим воспроизведения по Bluetooth. Да. Полагаю, надо подцепиться к ней. Включение по Bluetooth установлено. Честно, я не в восторге от этого голоса. Давайте жахнем нашу любимую. Максимум на планшете. Холодный ветер с дождём усилился стократно. Всё говорит об одном, что нет пути обратно. Максимальный уровень громкости. Путь 7 цена копейка. Ведь у любви у нашей села батарейка. Но слушайте, не хрипит. Она реально на максимальном уровне громкости не хрипит. Я тут тестил другую блюдес-колонку, так вот она фрипела. Ужасно. А здесь, не скажу, что супер-супер-звук, но здесь и ударные слышны, и фрипов нету. Попробуем еще. Максимальный уровень громкости. В общем, господа, вот о чем я говорил, да, то есть обратите внимание, она будет, ну она капец, пачкается. Вот, с этим вы ничего не поделаете. В общем, друзьяшечки, вот такая блютуз-колоночка, Kumo X2, стоит не очень дорого. Я, правда, не могу найти модель, неужели она просто называется X2? Ну, я уточню, в названии будет правильное название, ну или в описании добавлю. Ну, удивительно, да, но она достаточно честно играет, и она не выдает хрипов на высоких громкостях. Своих денег она стоит, прям рекомендую. Мне про нее больше нечего сказать, я только звук проверить, на самом деле, ее брал. Понятно, что она может с карты памяти, с аукса играть и так далее, и так далее. Довольно приятная вещь. Если где-то встретите вот такую вещь, Kumo X2, знаете, ее надо брать. На этом у меня все, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok